Всем привет, друзья! Я наконец-то попала туда, куда вы меня сюда просили. Я попала в академию бренда Ланса. И вы знаете, кто у меня сегодня? Для меня это было удивление, потому что я очень жду этого человека. Это Михаил. Дмитрий. Дмитрий. Ну что ж, давайте смотрите. Он вам сейчас столько всего расскажет, что вы сейчас будете удивлены. Дим, давай. Ну, сегодня мы делаем экспресс восстановление и окрашивание с помощью продуктов Ланса. Это глубокая реконструкция Ultimate Treatment и новый краситель полуперманентный безымячный Liquid Demi Gloss. У нас модель Екатерина, в которой, собственно, мы все это будем делать. Здесь отросшие корни своего цвета, здесь есть переход цвета, здесь есть осветленное полотно. Все это мы попытаемся привести к общему знаменателю, уложившись по времени в один час. Это возможно? Это возможно. С продуктами Ланса это возможно. Так, ну давай. Я предлагаю приступить прямо сейчас. Конечно, конечно. Так, друзья, как вам слышно? Напишите, пожалуйста, потому что нам важно. Вот мне модель Екатерина, да, если не ошибаюсь? Екатерина сказала, что она участвовала у вас в преображении. Что за преображение? Что это такое? Это проект организованной компании. Я думаю, что я в этом проекте не участвую. Да, про преображение, я могу говорить бесконечно, это совершенно волшебный проект. Наташа. Когда девочки, которые буквально просто с улицы приглашаются сюда, мы подбираем модели. То есть вы на улице идите все к логике и заводите в академию вам? Ну, буквально, да. Мы просто западаем и приглашаем девочек, которые могут быть интересными именно с точки зрения преображения. То есть полотно должно быть буквально убитым. Да. Убитым. Убитым. Или, например, образ, который есть, он такой не яркий, не выдающийся. Мы раскрываем внутреннюю красноту. Что мы делаем? Мы делаем полное преображение. То есть это преческа, окрашивание, фишка, мейк. Обалдеть, это что? И, соответственно, стилист подбирает образ полностью. Это очень круто. Да, посмотрите в нашем инстаграме, много девочек уже прошло. Это очень, очень разительная, скажем, перемена. А так как работают сухар-специалисты. Да мы знаем, мы знаем. То потом этот новый образ, он приживается. И жизнь моделей полностью меняется. Лучше все, наконец-то, да? Друзья, подскажите, пожалуйста, как вам слышно? Потому что у нас петличка на зиме, и мы не понимаем. Да, петличка одна. Так, ну смотри, ну о каком проображении надо много говорить. Да, и вот, соответственно, одна из наших моделей, которая, наверное, месяца полтора назад у нас уже была, вот, сегодня снова в гостях. То есть ее образ сейчас буквально нюй. И мы хотели бы его освежить. То есть это так называемое окрашивание промежуточное. То есть до момента кардинальной перемены ее внешности мы предлагаем вот такую уникальную услугу, как экспресс-восстановление, так как блонд всегда требует восстановление. Ну, мы об этом знаем априори. Экспресс-окрашивание, чтобы не затрагивать ее натуральную базу, опять ее не подвергать осветлению, мы делаем некий такой промежуточный вариант окрашивания. Это очень интересно, и я тоже очень жду с нетерпением результатов. Ну, посмотри, я обратила внимание, да, я посмотрела волосы, потрогала их под что? Хорошие волосы, с учетом того, что все-таки это блонд. А потроги, пожалуйста, когда мы это качество смыли слегка с волос, в каком они состоянии. Ой, ну они мягенькие. Ну, они уже не такие хорошие, пока были в уходе. Так. Смотри, а что у нас должно получиться в итоге? Сейчас мы делаем глубокое очищение волос. Перед тем, как сделать процедуру непосредственно реконструкции, мы убираем из волос все, что в них накопилось за этот месяц, пока мы не делали эту процедуру. Ну да, модели иногда, так скажем, хулиганят, но не иногда. Давайте будем честными. Дома украшиваются всяческим масс-маркетом. И для того, чтобы... Ужас. Вот сейчас после предварительного очищения я делаю первый шаг реконструкции. Это хилатирующий шампунь, который удаляет из волос все накопившиеся в них отложенные соли, которые попадают в волос водопроводной водой. То есть все примеси, что есть в водопроводной воде, оседают в волосах при помощи этого шампуня, вынимаются. Поскольку любые соли металлов, которые есть в некачественной водопроводной воде, они могут вступать в химическую реакцию, когда мы производим окрашивание, и давать нам не совсем те результаты, которые мы ждем. Поэтому хилатирующий компонент в этом шампуне... А покрасить, как он выглядит? Это какой? Какой мне надо взять? С пеной на руках. Да ничего страшного. Вот, фотографируйте тоже, смотрите. Нет, почему? Как раз нужно покатать пену на руках, потому что это бессульфатный шампунь, который дает прекрасную пену. А что такое бессульфатный шампунь? Это мягкие моющие основы, которые дерматологически очень нежно очищают волосы. То есть у мастера руки не будут, аллергии не будет после вот этой, после шампуня? Аллергии после шампуня не будет. Ага. Но я очень часто слышу, что ребята говорят о том, что, подскажите, пожалуйста, чем помазать руки? Руки трескаются после целого дня работы. Знаете, скорее всего, у мастеров возникает не от шампуней, не от жестких моющих основ, а от плохо промытых кондиционеров. Потому что именно трескается та рука у мастера, которую он держит кран, то есть которую он не моет. То есть правая рука у мастера страдает сильнее, потому что плохо промывают смываемые средства, такие как маски с рук. И именно страдает правая рука, потому что те средства, они не предназначены для контакта с кожей, они только для волос. И даже самые хорошие средства, которые шикарно влияют на волосы, могут раздражать кожу. Поэтому рекомендацию у них не наносить на кожу. И вот эта рука, которой мастер держит кран, она обычно страдает больше всего. То есть ее надо сильно промывать? Ее нужно обязательно взять и промыть после того, как вы закончили процедуру по уходу, тогда не будут проблемы с кожей. Ты слышишь, я такого вообще не слышала еще ни разу. Я это прекрасно за свои 20 с лишним лет работы ощутил на себе, что правая рука страдает очень в плане всяких аллергических реакций. Нет, нам аллергические не нужны, нам нужны только все, чтобы было хорошо и чтобы мастера были здоровы. Так, следующим этапом мы будем наносить как раз вот тот самый исцеляющий коктейль, который составляется в процедуре глубокой реконструкции из активных бустеров. Смотри, ну знаете, у тебя реконструирующий коктейль, ты наносишь до окрашивания? Да, эта процедура делается совместно с окрашиванием. Она состоит из трех шагов. Первые два шага я делаю до окрашивания, и последний шаг я делаю после окрашивания, закрепляя и фиксируя. Потому что мне казалось, что наоборот. Результат. То есть волос, видим, когда его очистили, что он достаточно сухой такой вот, и посмотрим на его состояние сразу после процедуры. Но корни у нас не закрасятся? Нет, мы будем окрашивать вместе с корнями, но поскольку это полуперманентный краситель, он придаст только оттенок. Мы не хотим иметь серые корни и медно-рыжую длину, поэтому мы будем окрашивать и корни тоже, и за счет того, чтобы мы окрашивать корни, сделаем еще мягкий переход от темного цвета к светлому. Супер, супер. Куда теперь забираем? Сейчас мне нужно... Сейчас буду коктейль делать. О, коктейль. Коктейль. Буду делать миску для коктейля. Друзья, подскажите, пожалуйста, мы находимся в городе Москве, в Аградении Луанзо. Подскажите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите? Нам очень важно знать, где наши любимые парикмахеры работают. Пишите свои города. Так, а я тут подглядываю... Это у нас основная маска, на такую длину у меня уйдет где-то 4 нажатия основы. Это является основой бустером, хотя сама по себе, по составу, она вполне самодостаточная маска. Но... Раз, два, три... То есть ее можно просто так применять, да? 4, нет, в принципе, просто так ее не применяют, потому что она как раз является бустером для... буфером для активных КПА. Волосы тонкие. Я беру бустер объем. А есть разные? На каждое нажатие маски одной основной, три нажатия бустеров. Я взял 4, соответственно, у меня есть 12 нажатий. Основная моя проблема – это тонкие волосы. Поэтому из этих 12, половину 6, я возьму объем раз. 5, 6. Возьму объем. Волос хрупкий, обесцвеченный. Есть бустер силов, который как раз состоит из... Аминокислот. Строительного материала для... Не двигай, не успевай! Строительный материал для как раз поврежденных волос. Его я добавлю... Так, у меня осталось 6 из 12. Три. Раз, два, три. Ну и поскольку любой поврежденный волос сухой, я возьму еще бустер увлажнения. Я могу собирать любой коктейль в зависимости от того, что требует больше всего у меня волосы. И добавлю еще три увлажнения. Одно от себя. Комплимент. От шеф-повара, да? Так, друзья, нас смотрят. Давайте прочитаем. Хабаровск, Киев, Минск, Шахты, Москва, Красноярск, Бурятия, Запорожье, Ростов, Владикавказ, Санкт-Петербург, Москва, Ростов. Всем привет, друзья! Привет, привет, привет! Пишите еще ваши города. Размешали. А так мало получилось. У тебя точно хватит? Этого более чем достаточно. Да, мне кажется, не хватит. Если не хватит, дополнить эту смесь достаточно легко. А если волосы сухие, они же съедают это все? Я просто знаю, что эту процедуру мы делаем не первый раз на этой модели. Когда делается процедура повторно, материалы, вот они все, они уже начали распутываться, разглаживаться. И этого вполне достаточно. То есть волосы не должны плавать в составе. Но я на самом деле не жалею абсолютно. А почему не должны? Он еще сейчас будет с них стекать. Да ладно, ничего себе. У нас Италия смотрит, Кисловодск. Спрашивают, этот коктейль делается перед окрашиванием? Да. Процедуру глубокой реконструкции мы делаем, именно маску-коктейль мы делаем непосредственно перед тем, как будем наносить краситель. Как интересно. А сколько надо в маске? В маске держим до 20 минут. Сегодня, поскольку у нас экспресс, мы будем держать половину-10 минут. 10 минут в маске. Друзья, задавайте ваши вопросы. Сегодня мы находимся в Академии Ланзе и показываем какую-то красоту. Ух ты. О, отличный вопрос. Насколько мытьев головы хватает результата? Насколько мытьев головы? Так, ну, по поводу мытьев. Здесь не считается по количеству раз помыть голову. Процедура делается совместно с процедурой окрашивания. Компания Ланза рекомендует использовать процедуру глубокой реконструкции вместе с окрашиванием. Соответственно, мы и делаем с такой же периодичностью, как делаем окрашивание. Если раз в месяц, кто-то окрашивается раз в три недели, раз в три недели. Кто окрашивается раз в два месяца, то раз в два месяца. Естественно, мы рекомендуем эту процедуру делать приблизительно с периодичностью раз в месяц. Но, то есть, те, кто затягивают с окрашиванием, делают окрашивание, которое не надо часто поддерживать, типа растяжки цвета. Мы можем пригласить как на самостоятельную процедуру без окрашивания. Дима, а седые волосы? Как в этой ситуации? На самом деле, этот препарат не наносится на кожу головы. Он для структуры волоса там, где реально происходят потери. А в корнях потерь не происходит. Это свежие, самые здоровые, самые плотные волосы на голове. Их реконструировать ни к чему. Если эти седые волосы когда-то были окрашены, соответственно, мы поддерживаем этот процесс. Все. Далее я все это дело упаковываю. Видишь, маски вполне достаточно, ее немало. Ну, а так-то вроде немного. Это кажется, что ее мало. На самом деле, волосы берут ровно столько, сколько надо. Вот вопрос не совсем подняла, но давай попробуем объяснить. Краска не снимает маску? Так, эта процедура не вынимает из волос краситель. В принципе, да. Потому что многие восстанавливающие процедуры на сегодняшний день снимают краситель, вынимают его из волос. Это известная тема, что хорошо восстанавливающие процедуры для того, чтобы глубоко проникнуть, очень глубоко вычищается волос. Здесь этого не происходит, поскольку у нас мягкий, бессульфатный шампунь. На 10 минут я могу отпустить, могу оставить полежать. А мы пока можем пообщаться. Мы, конечно, пообщаемся. Дим, сразу вопросы. Ланза, дорогая марка, давай по сегментам просто. Ланза вообще относится к премиальному сегменту, потому что те технологии, которые включают в себя продукты, они находятся на очень высоком уровне. Это последние разработки технологии в косметике для волос. То есть я когда, как человек, который разбирает очень много составов косметики, для меня это было какое-то прямо такое, как сказать, какое-то открытие. Потому что ни одна другая компания до этого, которую я рассматривал, они настолько... То есть есть основные компоненты, которые включаются в целую линию. Здесь каждый продукт имеет какой-то новый компонент, который мне приходилось искать, где он находится, откуда он пришел, из чего его сделали. То есть каждый продукт имеет по себе какую-то сразу новинку. Здесь нет такого, что есть основная группа компонентов, и она во всем и больше ничего. Здесь каждый продукт имеет какую-то свою новую фишку. То есть компоненты достаточно дорогие. То есть здесь идет отказ от каких-то модных компонентов в пользу каких-то редких компонентов, уникальности, действия которых мало на сегодняшний день доказаны, но их не используются за их, в общем-то, может быть, дороговизны. Из-за того, что они дорогие, Ланза как бы включает свою косметику. Соответственно, стоимость косметики, соответственно, тоже получается не низкой, поэтому я скажу, что это... Но себестоимость процедуры, учитывая, что ты видела, какой небольшой расход, такой небольшой расход, поэтому себестоимость самой процедуры получается не самой высокой. Но для меня Ланза это продукт для экономики. Это продукт для того, чтобы получить удовольствие, получить качество, почувствовать действительно на себе что-то дорогое, чтобы волосы стали богатством. Да, так, друзья, а есть где-то, смотри, написано где-то, оба шапкау, чтобы прямо сейчас показать, куда ребята можно написать транспорт. Ланза, Ланза Рус, Ланза Рус, приходите, общайтесь, вам все расскажут, все подскажут. Здравствуйте, здравствуйте. Если нужна препигментация, как ее можно сочетать с коктейлем? При пигментации, в принципе, как и окрашивание, то есть мы делаем первый шаг очищения, второй шаг мы наносим коктейль, второй шаг мы начинаем при пигментации, потом приступаем к окрашиванию. Если вы работаете с прямыми пигментами, в принципе, можно добавлять в коктейль. Если у вас есть краситель с пигментом прямого действия, его, в принципе, с кислым уровнем pH, то его, в принципе, можно добавлять в коктейль, и вы убьете двух зайцев разом. Дениска, а покажи, может быть, какие-то красители, я же была у вас в гостях уже и как раз показывала их. У меня ребята, по-моему, все спрашивают, может быть, и сейчас такое покажут что-то? Что именно? Какой-нибудь красительный. Так, скажите еще, добрый день, а почему вы не выставляетесь на Интершарме? Вы, пожалуйста, вопросы мое дело, технологический сервис. Это, кстати, минимум, часы у меня есть. Сейчас мы, подождите, у нас сейчас уже хорошо. Это самое важное, друзья, здесь вся индустрия. Да, Ген, пошли, показывай. Да, показывай нам. Да, переходите на Ланзарус, Ланзарус, двух флаконов, потому что кем. Давай, куда-нибудь куда-нибудь? Ну, в принципе, картинку показать. Куда она? Друзья, сейчас мы отойдем. Да, порой, так флаконов. Сейчас отойдем, а дальше от следа, флаконов, да, да. Может, присядем? Давай, конечно. У нас есть 10 минут, как раз рядом с моделью. Все, рядом с моделью. Значит, сегодня мы будем окрашивание производить с помощью красителя Liquid Demi Gloss. Вот так вот он выглядит. Вот это краситель? Это краситель. Liquid 90 мл. Это целый большой тюбик красителя, если переводить в тюбик. Вот. Новый принципиально новый краситель, который... Это окислитель, да? Да, это окислитель его. Новый принципиально краситель – это безымячный, полуперманентный краситель, который вообще не затрагивает натурального пигмента. То есть краситель специально сделанный для тонирования. И если этот краситель впоследствии вымывается, остается то, на что этот краситель наносили, без каких-либо рыжих, желтых и так далее оттенков. Идеальный краситель для блондов. 25 оттенков у него на сегодняшний день, но это не предел. В марте уже придет еще 7 оттенков. Вот как раз спрашивают, какое количество краски в самой большой палитре? Ну вот, наверное, в палитре в собой. Нет, самый большой, наверное, имеет в виду краситель Helen Color. Основной краситель аммиачный. Его имеют в виду? Не знаю, ну расскажи. Там 90 оттенков, 90 с лишним уже на сегодняшний день. А конкретно наш краситель, который используем сегодня, пока 25, но в марте будет еще 7 оттенков. И к следующему году, к после уже следующему году, до 2021 года, должно появиться еще 13. То есть прибавится еще 20 оттенков к тем 25, которые уже на сегодняшний день есть. Особенно всем нравится. Да, да, да. Все, кто видит эту палитру, сразу и сегодня он будет участвовать в нашем коктейле. Ух, прям лосом, я туда упал. Сегодня он будет участвовать в нашем коктейле совместно с медным оттенком. Будем делать цвет лосося, мало соленого. Свет лосося, это хорошо. А цвет какой процент? Окислитель 2%. При этом, опять же, многие говорят, а как так? Вот с полтора процентным поднимает натуральный цвет, а с двух процентным у вас не поднимает. Здесь весь секрет в новом щелочном компоненте, который не позволяет перекиси проникнуть дальше слоя кутикулы. То есть весь процесс проявления красителя идет на уровне кутикулы, поэтому не затрагивается свой цвет. Даже вот не поверил сам изначально, испытал на себе, цвет уже вымылся. Заметьте, я не имею никаких рыжих оттенков на голове, хотя с момента окрашивания прошло уже три месяца. Вот, поэтому абсолютно точно убедился, что натуральный цвет остается абсолютно нетронтым. Это на сегодняшний день очень актуально для тех мастеров, которые работают в технике растяжки цвета. Когда нужно затонировать осветленные пряди, при этом не осветлить свой натуральный цвет волос, очень спасает мастеров. Смотри, говорят, слово лосось можно заменить на персик. Можно заменить на персик, можно назвать блуранж. Да, это блонд-оранжевый. Блуранж. Это сейчас такое в обиходе есть слово, блуранж. Вот, назвать можно как угодно, главное, чтобы результат был красивый. Конечно. Так, мужская линия красителей есть? Мужская линия красителей пока нет. Специальный, в принципе, компания Ланза на сегодняшний день отдельную линию специально для мужчин не делает. Но очень много продуктов, которые на сегодняшний день используются, прекрасно подходят для мужчин, потому что имеют нейтральный, абсолютно спокойный запах. Это и стайлинговые средства, и шампуни. Причем есть шампуни для стимуляции роста волос. Даже не шампуни, линии для стимуляции роста волос. Есть линии, нормализующие работу всех функций кожи головы, при этом борьба с перхотью есть. В принципе, ликвид Деми Глосс вполне может использоваться и для окрашивания при мужских работах. Дима, седина. Седину ликвид Деми Глосс, как бы не совсем он для этого предназначен. Но абсолютно точно знаю, сам видел, красители с пятого по первый уровень седину закрывают и держатся в ней очень-очень долго. Если говорить про светлые оттенки, конечно, с сединой они работать не будут, концентрация пигмента недостаточно. Но красители с пятого по первый уровень прекрасно закрывают седину. При этом, говорю, особенно для мужчин актуальная вещь, для меня, скажем так, актуальная вещь. Можно закрывать седину? Нет, я пока еще не пробовал, но собираюсь это делать, потому что, как это сказать, с годами ее становится больше. Седины становятся больше, волос становится меньше. Волос меньше, да. Вот, седина еще никогда не была признаком молодости. Вот, а для волос не изобрели ничего, там посыпать, чтобы как будто казалось больше волос. Основной про седину. Вот, давай, про седину, потому что все говорят про седину, про краситель. Для седины ланза предлагает, конечно, перманентный аммиачный краситель. И у ланза существует несколько рядов, которые предназначены для закрывания седины. Это интенсивный натуральный, это натуральный с фиолетом, любимый самый вариант. Очень он, не знаю почему, мутровые оттенки. Вот такая вот нереальная любовь России к перламутру. Причем американцы попытались, сказали, что ну не актуально для нас, давайте-ка мы эту линию уберем, дадим вам новую красивую пепельную. Россия как бы отбила свое и сказали, мы без этого ряда. В Америке нет этого ряда? В Америке этот ряд тоже остался благодаря российским потребителям. Вот. И существует очень... Есть еще один ряд, которого нету пока в палитре. То есть третий ряд для окрашивания седины, который как раз вот тот самый пепельный, о котором я сказал. И самый плотный, который поддерживает пепельные оттенки ряд, это ряд АХ, это такой двойной пепел. То есть у ланза инструментов для работы с сединой просто-напросто очень большое количество. Это не один ряд, это несколько рядов, которыми можно различными нюансами прекрасно перекрывать седы. Если кто-то хочет более подробно по работе с сединой с красителями ланза, у нас есть для этого специально на моделях, чтобы убедиться в личную, потому что, ну мало ли чего, он там сидит и говорит. А говорить я умею. Джим, а как вам, друзья, по поводу стоимости? Ланза, ну, спешите, вам вам расскажут все, пока вот везде... Уже к тому, чтобы вымывать... Да, давай. У нас... Наталья, у нас будет готова к моменту вымывания? Наталья, ты будешь готова? Да. Нет? Да. Так, вот те, кто не верили, что процедура не убирает цвет, вы можете посмотреть, те пряди, которые были медные, здесь добавлены. Они, в принципе, остались на месте, несмотря что это находилось на блондированных волосах. Инстаграмы я все вам прикреплю в сторис, вы все можете посмотреть и на всех подписаться. И твой тоже инстаграм, да? Ну, можно и мой. Вот теперь просто потрогать качество волос, то, что было после шампуня, и что становится с волосами после процедуры. Ну, поскольку мы сейчас будем еще делать окрашивание... Окрашивание делается на влажные волосы? Окрашивание можно делать на влажные волосы, но если мы хотим суперскойкого результата, но у нас сегодня не эта цель. У нас сегодня цель экспресс, поэтому волосы будут слегка влажные. Ну, смотри, ну вот клиентам, я понимаю, экспресс, тем, у кого времени нет, это очень неудобно. Но, с другой стороны, это будет ли держаться долго экспресс? Экспресс, в принципе, будет держаться достаточно. Он делается тогда, когда красится вроде бы еще раз, но цвет нужно освежить. И делать это жесткими, быстрыми способами, ну, для волос не есть полезно. Да, ведь вода ржавая. Нет, вода не ржавая, это отсвечивает. Отсвечивает. Это отсвечивает. Камера так показывает. Вода абсолютно прозрачная, это, да, я вижу, что кажется. Нет, вода абсолютно прозрачная, неправда все это. Откуда, интересно, у нас? Ну, а камера так показывает, это совершенно. Вроде бы такая студия вся в холодных оттенках. Искажение. Друзья, давайте задавайте ваши вопросы, пока мы делаем процедуру. Мария, мне нужно. А где у нас будет место, где мы все это будем делать? Это так, технические вопросы уточнили. Потому что мы сейчас находимся в рабочем процессе, у нас здесь работа предновогодняя, кипит во все, а дед, видимо, я бездельничаю. Ну, конечно. Мне решили подкинуть задачу дополнительно, чтобы не бездельничать. Нет, просто знают, как-то потрясающе рассказываешь. Кто не в курсе, Дима. Дима именно тот человек, который вообще очень круто разбирается в составах всего. Косметических средств. Косметических средств, да? То есть, а расскажи... Остальное это не моя тема. Нет, ну у тебя вот какой-то курс еще. Да, у меня есть авторский курс «Косметическая химия». Он предназначен для тех, в основном, конечно, для тех, кто хочет преподавать, для того, чтобы понимать, как объяснить работу тех или иных препаратов. Но для тех мастеров, которые хотят знать больше о том, чем они работают со своими клиентами, этот курс тоже вполне подходит. На сегодняшний день многие мастера развиваются и хотят больше, чем просто подстригать, хотят еще и знать. Да, это очень важно. Дима, когда ты приходишь, и у тебя мастер себе какое-то что-то говорит волшебное, и что еще находится в этом составе, это очень круто. Так, да, передвигаемся, да? Передвигаемся пока. А сединой от корней эта процедура не подойдет? Если красит с пятого уровня, я повторюсь, и темнее, то вполне может и подойти. В Ростовской области есть технологи ЛАНЗа, обучают ли компания технологов? Компания, вот первый курс, который для технологов буду проводить я, это будет в феврале месяцев в Москве, именно для региональных технологов, для технологов ЛАНЗа, которые будут работать в регионах. Он будет в феврале, по-моему, с пятого числа, начиная. Так, так мы уже готовы. С третьего. Да. На корни будем брать краситель 06CC, медно-медный, просто для того, чтобы не было серых корней, а они были, но не совсем в чистом виде. Возьмем его 30. Получилось чуть больше. Не страшно. А это можно потом использовать, да? Это конечно, я беру не весь, это краситель. Удобно. Так, а что такое БЛАНЗа? Ты знаешь БЛАНЗа? БЛАНЗа? БЛАНЗО. А что такое? А что обозначает ЛАНЗа, наверное, хотели спросить? Что обозначает название ЛАНЗа, к сожалению? БЛАНЗа – это фамилия ученого итальянского, который разработал технологию восстановления волос, ну, ее самую изначальную, которая потом была модифицирована американскими и израильскими учеными. Здорово. Да, все жидко, красительный и жидкий. Это пока он жидкий. Это пока он жидкий. Вода полностью соответствует своему названию. Да, сейчас будет... Серьезно, ничего не взорвется? Чудо, взорваться ничего не будет, сейчас будет все очень красиво. Давай. Сейчас мы пошаманим немножко. Ой, у меня сын увлекался вот этими всякими фокусами. Ибру. А я чувствую, что сейчас тоже, да, что-то будет такое? Это ибру, как-то. А что это такое? Ибру – это такое искусство рисования жидкостями. Ух ты. Сейчас мы это все увидим. Так. Все. Это специальный венчик, да? Нет, венчик этот не специальный, венчик этот обычный. Просто краситель начинает моментально преобразовываться при смешивании. А, он становится более твердым, да? Он становится гелеобразным, он загустевает, когда смешивается со своим активатором. Превращается вот в такой вот гель. Так интересно. Сейчас он будет моментально-моментально темнеть практически до черного цвета. Ну, ты в прошлый раз, когда у нас была, ты видела, как выглядят блондинки, пока сидят в время выдержки с этим красителем. Что вы делаете? Какой карамель, карамель. Расскажи, что мы налили. Liquid Demi Gloss краситель. Краситель от бренда Lanzo. Полуперманентный безымячный, его активатор. Это не специальное средство для загущения красителя. Это такая консистенция именно у этого красителя. Вот, как здорово. Да, пишет как на уроке химии, да. И теперь уже ничего не течет, работать с этим достаточно легко. Такой цвет интересный. Экономично это важно. Что там случилось? Мы готовы уже. Сейчас я немножко расчешу, просушу. Так, сколько тебе является технологом и на каких брендах работал? Я работал на очень многих брендах. Я уже технологом практикую больше. Можно Color Attach Step? Сейчас, одну секунду. Сейчас будем немножко шуметь. Надо слегка подсушить корни. Потом были бренды Hire Company, Olin. Очень глубоко разбирается в соцсетях. Вот, когда мы сидим за встречу, то мы начинаем нахаживать. Да, какие-то страны, какие-то книжки для людей, которые перебираются найти. А просто нужно сесть и с Димой пообщаться и познакомиться обязательно. Про бренды стоит продолжать? Ну, да. На каких я работал? А что за третья бутылочка? Что мы за третью бутылочку? Какой добавляем? Просто здесь два цвета. Шесть C-C медно-медный и шесть BN. Один из наших самых любимых цветов. То есть, получается, два цвета я нарабатывал? Два цвета между собой смешал. Приблизительно в равных пропорциях. Здесь у меня задача придать натуральным волосам просто оттенок. И, соответственно, сделать растяжку, чтобы закрыть вот эту вот линию, которая у нас идет переходом. Поскольку у нас нужно экспресс, но привести волосы к какому-то единому, красивому, чтобы не было эффекта именно отросших корней. Скажите, а в красителе вот головы, с кожи головы быстро смеются? Очень хорошо оттирается от кожи головы. Тем более до уровня шесть. Нюансы у нас достаточно прозрачные. Они больше для тонирования, ниже, чем для плотного перекрытия. Но даже темный цвет, цвет 1Н, натуральный, он тоже очень хорошо с помощью ремовера убирается с кожи головы. То есть эффекта Микки Мауса, когда черные уши и краевая, его нету. Это ужасно. Это ужасно. Какой-то прийти, и вы тоже просили, и у людей, как мы собирались. На свидание, на какое-то мероприятие, да? Времени в другое время нет, а вот сейчас мы пришли, мы как-нибудь ешь, чтобы на ты отрасили, и подстрелили, и прическу уложили. Все за один раз. И желательно экспресс, чтобы это было. Ну, это опять же Настин, с Настиного телефона не совсем корректная цветопередача. Я таких бешеных апельсинов не видел. Мне больше напоминает, даже не знаю, что напоминает. Не скажу, что напоминает. Это смешно. Я вспоминаю, а со старой очень интересует меня вот все инновации. Мне интересует все за инновацией. За инновацией. Я хочу, чтобы бренды не стояли на месте, чтобы двигались. Я сейчас буду говорить, наверное, очень заумными вещами, но действительно в моей практике я первый раз встретил такой щелочной компонент. Обычно в красителях для того, чтобы создать нужный уровень МПАЖ, для того, чтобы краситель проникал в структуру, использовался аммиак всегда. Как бы самый распространенный, самый известный компонент. Потом появились красители на основе, господи, моноэтаноламина. Это тоже хороший компонент. Первый компонент, который позволил сделать красители безаммиачным. Но, тем не менее, он используется также на сегодняшний день в красителях перманентных. То есть у него есть способность проникать глубоко внутри волоса. Ланза — это первый краситель, в котором я встретил компонент такой щелочной, как аминометилпропанол. Для меня было удивительно, почему там нет ни аммиака, ни моноэтаноламина, а при этом краситель является именно окислительным. Мы не просто так добавляем перекись. Все-таки пигмент здесь проявляется в результате окисления. Это не пигмент прямого действия. Стойкость этого красителя выше, чем у красителя с пигментом прямого действия. Производитель заявляет, что порядка 20-30 раз помыть голову. Но я скажу, что темные цвета, нюансы, начиная с пятого уровня и темнее, держатся и того дольше. Испытано как бы на себе. Обязательно обратную связь на сайте Ланза Русс. Есть вся информация по обучению. Есть наша страница в Инстаграм. Тоже, да, Ланза Русс? Ланза Русс, да. Да, можете в плане собственного просвещения компания Ланза вместе со мной проводить прямые эфиры. Мы говорим об очень интересных вещах. Допустим, завтра у нас будет тема, надпись на упаковке BioEco. Вот насколько это актуально, насколько это серьезно. Действительно ли эти продукты стоят какого-то особого внимания. Так, давай расскажем не очень интересным. Об этом я буду рассказывать завтра. Вот. Это маркетинговая стучка, да, BioEco. Вот сейчас прям это же очень важно. И это действительно? Тогда будет неинтересно завтра, если я расскажу об этом сегодня. Предыдущий эфир произвел определенный фурор. То есть в этот эфир мы будем рассказывать о том, что производители пишут на этикетках о полезном. То есть BioEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEco Мне пришло, народ очень заинтересовался этой темой. Расскажи, что было, расскажи, поделись с нами. Мы говорили про силиконы, про парабены, мы говорили про... Расскажи нам про силиконы. Содиум, лаурел, сульфат, лаурет, сульфат. Очень интересно, расскажи про силиконы. Про силиконы? Силиконы это абсолютно, если это не наносится непосредственно на кожу, бояться их абсолютно не стоит. Это абсолютно инертное вещество, не способно вступать в какие-либо реакции, поэтому страх, приписываемый силиконом, на самом деле слегка преувеличен. Поэтому мы эту тему... Если это вот шампуни, которые пишут, не содержат силикона. На самом деле в шампунях они могут действительно не содержаться, потому что в тех средствах, которые смывают и сами моют, наличие силикона, в принципе, может дать только стабильность пены, больше ни для чего. В основном в несмываемых средствах используются силиконы, потому что хорошо образовывают пленку. Но опять же, все это действие очень поверхностное, и вреда от них, собственно, как от ромашки на лугу. А, то есть нас просто пугают. Нас просто пугают, потому что есть производители, которые используют вместо силиконов очень дорогие компоненты, такие как растительные масла, которые по своим физическим и химическим свойствам, похожи на стоят, гораздо дороже, чем силиконы. Естественно, о том, что не содержат силиконов, заявляют о том, смотрите, здесь очень дорогой состав. Но масла имеют свои? Масла имеют свои плюсы и минусы, в принципе, как и силиконы. Но ни один компонент на сегодняшний день, кроме как силикона, не дает шикарной термозащиты без каких-либо особых последствий. Это лучшая термозащита из того, что есть на сегодняшний день. Если укладочные средства не содержат силиконов, для меня это будет сомнительным достижением. Ага, то есть во всех укладочных хороших укладочных средствах должен быть? Если эти средства идут как термозащита, силикон там будет содержаться однозначно. Если вместо него добавят растительные масла, скорее всего, это укладочное средство будет утяжелять волосы, утяжелять, но это одно и то же. Понятно. Так, смотри, сколько будет стоить обучение для региональных технологов? Обучение компания проводит бесплатно для своих технологов, но оно проводится для тех технологов, которые присылаются дистрибьюторами компании Ланза из своих регионов. То есть это не входит в программу обучения, что пришел кто угодно, вдруг захотел стать технологом, а в этом регионе нет представительства Ланза. То есть человек сам от себя работать не сможет. То есть здесь обучение технологов идет непосредственно о том, как правильно нести бренд в массы. А можно ли этот цвет использовать как подмозку для основного цвета? Вот этот? Ну, наверное, вот этот. У нас основной цвет будет точно, ну, не точно такой же, сочетаемый с этим, но он будет светлее, потому что у нас все-таки блондинка. Корни мы прокрашиваем, мы, я прокрашиваю, исключительно для того, чтобы придать своим русым волосам, отросшим, именно медный оттенок, в котором будут и все остальные волосы. Плюс за счет того, что я делаю, наношу на корни более темный, более глубокий оттенок, я смогу сделать переход мягкий от корней к длине цвета. Вообще-то... Качество волос на самом деле о нем не расскажешь после... Особенно мне нравится совмещение процедуры окрашивания и процедуры глубокой реконструкции. Ultimate Treatment. Это вот мы сейчас просто делаем, да? Сейчас мы делаем окрашивание Liquid Demi Gloss, а вот то, что мы делали до этого, это как раз восстановление. Но, в принципе, оно заняло у нас 10 минут. Но это еще не все, восстановление не до конца. Есть еще третий шаг завершающий, несмываемый, но его будем делать после окрашивания. А с красителем сколько мы должны повредить? С красителем ровно 20 минут. Я бы сейчас вот... Ровно 20 минут, но получится у нас на корнях чуть больше, потому что я еще буду готовить смесь на длину перед тем, как наносить. После того, как я нанесу весь краситель, время будет 20 минут выдержки. Затем смыли. Мы ждем очень большую красоту. Красоту. Да, сейчас мы еще такую сделаем волшебную формулу. Еще волшебную формулу? На длину, конечно. Еще из себя. Мне очень нравится, я начал говорить, как-то так не успел закончить, именно эффект от процедуры совместной реконструкции и окрашивания Liquid Demi Gloss. Волосы на ощупь, по качеству. Одна моя клиентка говорит, у меня такие волосы стали... Неправильно сказал клиентка. Модель. Одна из моих моделей сказала, когда первый раз мы попробовали Liquid Demi Gloss вместе с реконструкцией, она сказала, что такими по качеству у нее волосы были только тогда, когда она их еще не начинала красить. То есть, много лет тому назад, и до сих пор она не могла добиться такого качества на волосах. То есть, ощущение даже для меня было неожиданно хорошим. То есть, даже я не ожидал, что так хорошо вместе эти два продукта сочетаются и дадут такой эффект именно живых волос. Очень хотим это увидеть. Это сложно увидеть. И еще более сложно услышать. Это можно только ощутить. Я могу ощутить и все рассказать. Друзья, я все потрогаю. Слышишь? Главное, нюхать что-то. Вообще всей индустрии нюхаю все, трогаю все. Слышали, говорит, мы вашего Каруза. Он картавит и не попадает внутрь. Говорит, а вы что, слушали Каруза? Нет, ну кое-что из его репертуара мне напел Рабинович. И здесь я вам расскажу. Я вам расскажу. Фактически, процедура глубокой реконструкции, Дима, я хотела бы, чтобы ты рассказал про это, позволяет работать по натуральным, фактически возвращает волосы в их, так скажем, природное состояние на некоторое время. Ну, процедура глубокой реконструкции как раз направлена именно на то, чтобы из, можно полотенчиком, чтобы вернуть волосу то, что он теряет. Белки, жиры и углеводы, собственно, из чего он состоит. Больше белков, чуть-чуть жиров, совсем немножко воды. Вот и в процессе, даже просто элементарно мытья, сушки, феном и так далее, часть этих компонентов теряется. Процедура глубокой реконструкции полностью направлена на то, чтобы компенсировать вообще все потери волоса, тех компонентов, которые он теряет. То есть, если вот те бустеры, которые я показывал, они помогают и удержать влагу, и содержат белковые компоненты, и, причем, ну, как волос состоит, больше всего белков, чуть-чуть жиров, чуть-чуть воды. Собственно, в тех же пропорциях набираются и коктейли, и состоят продукты. То есть, именно глубокая реконструкция направлена, чтобы компенсировать все внешние воздействия на волосы. Надо сделать вторую смесь. Давай, я уже начала. Сколько? По 20? По 20, давай. Значит, 10рр. Это вот тот розовый оттенок, который всем безумно нравится. Так. Наташа, а где мой? Не знаешь? Да. Шпицы. У меня вы видели такой, что у кого-то, который напишет в салатку, очень интересно. Машу. Так, что вроде всегда вот выдавлены. Давай. 20. А это какое? Это медный. Вся упаковка. Полностью перерабатываемый. Производитель использует только пластик, который может быть переработан. Очень важно. Это Бьем. Еще 10. Ты как волшебник. Все это смешивается. И жидко превращается в кремообразное. В кремообразное. Нет, в кремообразный самок не превращается. Ой, а это какое? Это один из корректоров. И вот так это. Три капли для вкуса. Так, и того у нас получилось 60. Так, вообще в ковар, да? Так, вот, оно смешалось. А как придумывать формулу? Это сложно? Нет, это надо просто немножко знать колористику. Может, множко? Ну, хотя бы немножко знать колористику, и уже можно смешивать красители между собой. Но на самом деле, для тех, кто не очень хорошо знает колористику, ланза предоставляет большое количество уже готовых тонов. А для особо одаренных даже есть специально в палитре так называемый колор концепт, где прописаны формулы, что с чем смешать, для того, чтобы получить те или иные оттенки. 90 оттенков чисто выдуманных, которые содержатся в палитре, и уже прописаны формулы, сколько грамм, какого нюанса, для чего. Добавлять, чтобы получить те или иные оттенки. То есть, в этом плане креативная команда поработала на славу. Ну, кстати, это как парфюмер. Парфюмер? Да. Только убивать никого не пойду. Мне просто лень. Нет, мы о красоте. Кстати, запах у этого красителя очень приятный. Абсолютно никакого аммиака поширы. Самую какую-нибудь широкую кисточку. Прямо такое у вас активное движение. Ну, так... А это Макмазель или Макмазель? Новый год на носу. Это клиенты студии. Сейчас я одену перчатки, потому что... Нет, Эска мне вообще не подойдет. Сейчас я одену перчатки. И где-то была моя любимая расческа. Специально для Liquid Demi Gloss разработана. Да, рассказывай, почему она. А? Ну, ее легко мыть, поэтому с ней легко работать красителем. Она вот такая вот решеточка с зубчиками. Очень эргономично. Она пришла вместе с этим красителем от производителя, от компании. Конкретно не написано на ней Liquid Demi Gloss, но бренд Ланза отмечен. Так, и теперь я беру, перемешиваю краситель, который на корнях, при корневой зоне нанесен, с красителем, который имеет более прозрачные оттенки. Но не все эти красители уходят вот в такую рыжину. Нет, это мы специально делаем медный цвет. А людей будут в темное, да? У нас есть огромное количество холодных оттенков. Наша любимая схема перламутровый, фиолетовый, пепельный ПВА. Вот, очень популярный. То есть мы делаем мягкий переход, мягкую растяжку от корней к кончикам. Уже красиво. И при этом делаем вот такой цвет лосося. Лосось или персика? Ну, персикового лосося. Персикового лосося. Как же так непонятно, как же у тебя. Ну, раз... Очень интересно. Главное, чтобы лососем не пахло, а пахнет достаточно приятно. Да. Нам нужны приятные запахи. Никуда нос засунуть. Да, вот просто вот запах красителя совсем не как привычный. Ну, он цветочками почему-то пахнет. Да, ну, кто-то говорит яблочками, кто-то говорит цветочками. Яблочками, точно! Яблочками пахнет краситель. Я тут двигаю еще тележку. Не знаю, тут что-то приготовленное. Это финиш, да? Нет, это не финиш. Это продукт для того, чтобы лучше прикрепить цвет к волосам. Но я не счел нужным в этот раз его использовать, потому что я вижу, что этот волос краситель съест и без посторонней помощи. Но хотел просто рассказать, зацепить этот продукт. Зацепить этот продукт. Есть специальная система для прикрепления цвета к волосам. Для тех волос, которые цвет категорически не хотят брать. Называется эта система Color Touch. А почему они не хотят брать? Ну, по разным причинам. Пористость. Разная структура. Где-то было милирование. Волосы имеют где-то более пористые участки, где-то менее пористые. Благодаря этим продуктам выравнивается структура волоса. Это раз. А во-вторых, содержатся специальные компоненты, которые, прилипая к волосу, притягивают к себе пигмент. Цвет получается более насыщенный, более ровный, более блестящий. Вот здесь вот первый и второй шаг. И у этой системы есть продолжение для домашнего ухода, который я очень люблю. Называется Color Guard и Color Illuminator. Например, продукт, который, ну, достаточно редко у нас встречается в среде линии ухода, продукт, который наносится перед шампулем. Для того, чтобы не вымывать цвет из волос, который выравнивает именно жировую прослойку, чтобы из более сухих участков не вымывалось больше красителя. А при этом эффект я увидел на своей модели с очень длинными волосами, у которой волосы были, ну, длиннее, чем метр пятьдесят. Розвище такое Леночка-коса. Вот. И у нее периодически, поскольку такую длину каждый раз не накрасиваются, подкрашивались только корни, а длина потихоньку-потихоньку вымывалась. И вот когда она пришла через полгода, пользуясь этим средством, цвет был как будто вот только-только покрашенный. Хотя волосы полгода на такой длине... А покажи нам баночки. Если Антоха, может быть, сейчас нам покажут. Ничего себе, ты меня прям заинтриговал. Да, это очень интересное средство для домашнего ухода за окрашенными волосами. Я не очень, честно говоря, как человек, работающий с косметикой, как бы верил в эффект. Пока лично не убедился в том, что вот именно это средство прекрасно помогает сохранить цвет в окрашенных волосах. Давайте посмотрим, что мне очень... Причем... Производитель, Дим. Компания Ланза. Америка. Америка, компания Ланза. США. Так, давай. Вот. Это домашний, да? Это как раз Color Guard, про который я говорил, который наносится перед шампунем. А, с чем пользоваться сначала? Вот это средство наносится перед, буквально, это распыляется, оно, опять-таки, дальше, тогда, как-то, да, или же, типа, он очень хороший, белоскодисперсный спрей, и можно даже после некоторых финиш. А это средство у него тоже хорошо. Как, нормально все, хорошо? Оно не новое, оптической рефракцией, оно особым образом отражает цвет, и соответственно, волосы блестят как сразу после окрашивания, и ярче. Супер. Нам это нужно, потому что нам это сохраняет цвет. Одно дело мастер сделает, а другое дело, как это сохранять. Вот это же самое. Самое ценное. Спасибо. Так, друзья, у нас заканчивается час. Давайте буквально через минут семь мы еще раз включаемся в прямой эфир, вы к нам присоединяйтесь, и мы уже будем смотреть, что получилось у нас. Спасибо. Спасибо.